здравствуйте в студии олег хилл сегодня в выпуске министерство обороны великобритании в очередной раз опубликовала карту вторжения россии в украину теперь карта обновлена всемирная организация здравоохранения так называемый ввоз выступил с предложением для стран которые быстро снимают ограничения от к вида нехватка быстрых зарядок для электромобилей усложняют их продажи ожидается что цена на бензин великобритании превысит полтора фунта за литр сеть кафе претто манже увеличила стоимость фильтрованного кофе во многих своих магазинах более чем на 50 процентов скандальный сатирический мультфильм о королевской семье отказался от второго сезона британию накрыл один из самых сильных штормов за последние десятилетия сейчас обо всех этих новостей поподробнее напомню в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей великобритании на 18 февраля министерство обороны британии подготовила и опубликовала карту на направлении вторжения россии в украину схема под названием возможная ось вторжения президента путина появилась в официальном твиттер аккаунте ведомства вчера вечером 17 февраля согласно версии британских военных первая фаза сухопутного наступления включает направление западных регионов россии на киев и днепр с крыма вдоль азовского побережья из территории белоруссии на киев вторая фаза предусматривает движение из днепра на венницу а также из крыма в сторону одессы россия сохраняет значительное военное присутствие которым можно провести вторжение без предупреждения заявили в министерстве к слову очередную точную дату нападения лондон так и не назвал видимо еще не придумал всемирная организация здравоохранения воз выступила суровым предупреждением для стран которые слишком быстро снимают ограничения введенные в связи с к видом воз предупредила что ослабление ограничений в некоторых случаях было слишком преждевременным сейчас я немного нервничаю из-за того что мы как бы все отменяем сказал доктор майкл райан исполнительный директор воз по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения если нас вдруг поразит другой вариант вируса а мы уже как бы отказались от всех мер то будет очень сложно что-то вернуть на место дабил он эта идея о том что мы просто собираемся бросить все я думаю во многих странах сейчас очень преждевременно доктор мария ван керхове технический руководитель программы воз по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения посвященной к вид 19 поддержала это мнение она сказала что не рекомендуется брать и все сразу отменять нам нужно чтобы страны не подходили по принципу все или ничего потому что это сбивает с толку сказала она я бы сказал нас больше сбивают с толку вот все эти руководства и правила ограничивающие нашу жизнь менее одного из пяти зарядных устройств для электромобилей которые установлены в прошлом году были быстрой версией и это угрожает тому что будет введен запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей в 2030 году то есть есть опасения что водители не захотят переходить на электромобили если посчитают что способов быстрый быстрый по быстрого пополнения зарядки то есть заправок вот этих быстрых недостаточно анализ рак показал что только 17 процентов новых общественных зарядных устройств двадцать первом году имели быстрые или сверхбыстрые соединения которые могут заряжать автомобиль за 30 45 минут быстрые версии считаются решающими для продления беспокойства автомобилистов которые которая заставляет их опасаться разрядки батареи между зарядками оставляя их в затруднительном положении зарядка аккумулятора от стандартной розетки может занять несколько часов в отличие от быстрый по данным рак количество общественных зарядных устройств увеличилось на 7600 в 2021 году точнее 7600 до 28300 по всей великобритании однако в прошлом году было установлено только одна тысяча двести семьдесят шесть быстрых или сверхбыстрых версий в результате чего общее количество таких заправок достигло пяти тысяч двухсот к 2035 году если вы помните продажи новых гибридных автомобилей будет запрещена ну а заряжать мы будем судя по всему от простых розеток медленно но уверенно в тот же момент если вы до сих пор не отказались от бензинового или тем более дизельного автомобиля то знаете что ожидается что цена на бензин превысит полтора фунта стерлингов за литр после того как баррель нефти в северном море впервые с 2014 года превысит цену в 100 долларов об этом сообщила вчера все тоже рак среду средние цены на заправках достигли новых рекордов 148 60 за неэтилированный бензин и 152 05 пенсов за дизель поскольку автосервисы устроили повышение цен водителям расследование daily mail выявила выявила еще более высокие цены на автострадах услуги лейт-деламар на м4 и услуги бронтвод на м62 во вторник стоили до 167.9 пенсов и за дизель 169 99 экспорт эксперт рак по топливу саймон вильямс сказал поскольку производители нефти изо всех сил стараются увеличить предложение в достаточной степени чтобы удовлетворить растущий спрос наряду с сохраняющийся неопределенностью в связи с тем что россия и украина вызывают беспокойство на рынке торговли нефтью водителей к сожалению ждут еще большие проблемы так что до заправляться становится дороже быстрых зарядок для электромобилей тоже нет пересаживаемся на баре саппеды цена на бензин не единственное что дорожает как вы замечаете многие работники которые вернулись работать в офис и пострадали от инфляционного повышения цен на их утренние горячие напитки компания про это менеджер увеличила стоимость фильтрованного кофе во многих своих магазинах более чем на 50 процентов проект стал главной новостью летом 2020 года когда люди пошутили что премьер-министр борис джонсон призывал людей перестать работать из дома для того чтобы спасти эту сеть кофе спустя через несколько месяцев после начала пандемии то есть идите на работу по дороге купите кофе стоимость кофе который был фильтрованный просто ну американо в некоторых магазинах вырос с девяносто девяти пенсов до полу до полтора фунта стерлингов а стоимость стандартного flat white выросла с 2 85 до трех пятнадцати фунтов действительно многие из горячих напитков которые подаются в этом кафе теперь превысили отметку в 3 фунта стерлингов и компания это подтвердила что она изменила цены здесь из манды это вызвало возмущение некоторых постоянно клиентов один из них написал фильтрованный кофе проект подорожал с девяносто девять пенсов до фунт сорок это нанесло мне необратимый эмоциональный ущерб эмоциональные это точно да такие повышения резкие цен вызывают только эмоциональные ущербы пред также запустили ежемесячную подписку на кофе в прошлом году если вы помните я об этом рассказывал и с этим тоже были связанные скандалы потому что работники отказываются делать какие-то коктейли и так далее потому что это слишком долго дорого долга цена на эту подписку в этом году тоже выросла с 20 до 25 фунтов так что от кофейка придется отказаться или варить его дома и носить с собой в термосе королевскую семью уже в последнее время кто только не цепляет но если вы помните в прошлом году вышел скандальный сатирический анимационные фильма королевской семье который вызвал критику за то что высмеивает восьмилетнего принца джорджа и покойного принципы филиппа так вот этот сериал не получит продолжение на второй сезон сериал принц в котором снимался не снимался озвучивал этот сериал друг принца гарри орландо блум обошелся 5 миллионов фунтов и он не будет продлен на второй сезон именно об этом заявил директор по контенту сети кейси блосс в интервью дедлайн шоу созданная продюсером гриффинов гарри джанетти изображает принца джорджа ребенком тираном с дорогим вкусом который испепеляю у которого испепеляющее чувство юмора и смутные представления о своей семье 12 серийный сериал доступен для трансляции в сша на hbo макс но не вышел на экраны в великобритании но могу сразу сказать что его можно найти в интернете и посмотреть достаточно смешной на мой взгляд юмор это и есть юмор ну почему же его не смотреть но в любом случае он вызвал слишком большую критику за то что высмеивал переезд принца гарри меган маркл калифорнию изображал королеву как любящую кого-нибудь приструнить а также как будто она выглядит истеричным боссом какого-то синдиката ну и вот именно из-за этого судя по всему на второй сезон сериал не продлили но у джанетти есть интересный инстаграм-канал на который можно подписаться я рекомендую он достаточно забавный и частенько выкладывает разные комиксы если не хотите подписываться на него подпишитесь на наш канал потому что следующая новость тоже я думал у вас побед нашелся супер комментатор канала я бы так сказал некая лидия рапопорт которая не разобралась кого я представляю какие средства массовой информации напомню для тех кто не понимает я всю информацию беру из открытых источников из газета из bbc и так далее то есть ничего от себя не придумываю но она вероятно решила что именно придумываю все эти новости и теперь как она пишет вот она сначала задала вопрос кого вы представляете потом написала что она меня ненавидит и хочет дожить до моего конца потому что не разобралась как отписаться от канала дожить до моего конца это здорово ну и я обычно редко так делаю но обращусь напрямую лидия если вас интересует мой конец то вам нужно было подсуетиться намного раньше то есть лет так на 30 на 40 когда и искал себе того кто будет иметь доступ к моему концу а сейчас просто отпишитесь от канала вы сохраните нервы в порядке отписаться от канала очень просто там же где подписались нажмите на ту же самую кнопку а все остальные могут еще раз напомню просто подписаться и радоваться что новости можно подавать в эфир именно таким образом а сейчас о том что нас беспокоит больше всего по крайней мере жители великобритании беспокоит сегодня один из самых сильных штормов за последние десятилетия накрыл британию второй шторм великобритания за неделю шторм юнис сегодня утром обрушился на берега британии с порывами ветра до 90 миль в час синоптики говорят что юнис может стать одним из самых сильных штормов великобритании за три десятилетия метеобюро выпустила новое красное предупреждение о ветре это самый высокий уровень по крайней мере это выпустили в лондоне для юго-востока и некоторых частей востока англии с 10 часов утра по гринвичу отдельное красное предупреждение действует для южного уэльса и северного побережья юго-запада англии 7 утра людей призывают вас по возможности избегать поездок и оставаться дома когда ветер достигает максимальной скорости но сложно сказать когда именно ветер достигает максимальной скорости по крайней мере я когда добирался в студию мало того что меня самого ветром чуть не сдувало а я достаточно крупный и тяжелый мужчина вокруг меня летали мусорники и это ну страшновато действительно вечер ведь ветер достаточно сильный по всей англии закрыты сотни школ все поезда в эльсе приостановлены а армия подготовилась помочь не только украине но и своей стране именно потому что могут быть какие-то разрушения домов и так далее в северной ирландии объявлено желтое предупреждение о снеге и ветре в республике метр танк выпустила красные желтые и оранжевые предупреждения ну что ж сейчас давайте посмотрим прогноз погоды с игорем павловым что он скажет по этому поводу всем доброго времени суток вы на канале русских новостей соединенного королевства сегодня две новости хорошая и плохая начну с хорошей пятница можно выдохнуть эта неделя прошла и можно планировать выходные плохая отдых невозможно будет только за бетонными стенами это если они у вас крепкие так метео центр предупреждает о очень очень сильном ветре на южную и центральной части желтое предупреждение опасности на дорогах возможно будет отменены автобусы поезда самолеты если вы водители грузовых машин и микроавтобусов будьте аккуратны на дорогах не подходите к деревьям к мусорникам а то можно на одном из них уехать и постарайтесь меньше гулять особенно на побережье южной стороны шотландии ветер будет менее опасным но там будет идти сильные снегопады нам с вами менее повезло у нас дождь переменной облачностью я имею ввиду у нас этом на центральной части страны температура в шотландии не больше одного градуса в центральной части от 5 до 10 градусов на выходных ветер подутикнет но мы будем ощущать его последствия прыгать на батуте который прилетел от соседей пили деревья главное чтобы все остались целы и ваши дома не пострадали если буря будет продолжаться я запишу еще одно видео с погодой на выходных уровень увидимся с вами в понедельник всем хорошего настроения спасибо игорь да действительно погода пока пока я слушал прогноз погоды от игоря я слышал как за дверью падали мусорники действительно такой шум как будто там прилетел какой-нибудь батут так что постарайтесь сегодня обойтись какими-то домашними мероприятиями вполне возможно что ну лучше остерегайтесь и внимайте внимательно слушайте то что вам говорят о прогнозе погоды смотрите за окно и сидите дома улыбайтесь смотрите комедийные сериалы какие-нибудь короче получайте удовольствие не выходя на улицу берегите себя всего вам доброго встретимся с вами в следующем выпуске субтитры сделал DimaTorzok а